добрый вечер дорогие друзья привет всем где бы вообще не находились в каком настроении пребывали холодно вам или грустно счастливы ли вы лишь несчастны здесь сейчас мы с вами вместе где бы вы не находились извиняюсь так вот у нас сегодня тема с многообещающим названием пусть у нас состоит немножко из затертых слов но исходных по смыслу я хотел бы сейчас выясним значение этих слов тем более спросим он светлана светлана у нас в гостях сегодня четверг не забываем светлана здравствуйте здравствуйте ребят не увидела как у меня со звуком и с картинкой у вас все хорошо звук у вас замечательно да 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 проездом я прежде чем передать вам микрофон хотелось обратиться аудитории что у нас можно задать вопросы на канале youtube автополстар а также в зум сообществе брала вот ну передаю вам словом да я бы хотела почему я взяла эту тему истинно просветление да потому что в том эфире я упомянула и про просветление и про вечность и у меня было очень много вопросов в личку с пожеланиями что вот эту тему поднять все же и я наверное ее подниму с видение со своего видения то что я пережила чтобы наверное если вы поймете как я это вижу как я это чувствую то больше вы наверное поймете то о чем я говорю и почему я это говорю не потому что чтобы там себе сказать или кому-то там сказать чтобы так вот нужно делать только как я говорю нет ни в коем случае просто я говорю всегда свое видение и у нас то что касается пробуждения что такое пробужденный человек пробужденный человек это тот человек который вышел из-под морока социальные матрицы социального давления социальных норм и критерия и таких людей сейчас на сегодняшний день очень много и таких людей на сегодняшний день очень много но настолько мы привыкли не доверять себе настолько мы привыкли сомневаться в себе сомневаться в каких-то действиях сомневаться в каких-то словах сомневаться в каких-то своих видениях и то что мы можем увидеть то что мы можем услышать то что мы можем сказать что постоянно отгоняем от себя вот эти вот наши какие-то мысли какое-то новое восприятие того, что мы не знали до этого. Нам всё время кажется, не-не-не, это не про меня, это я, наверное, себе придумал, придумала и ещё что-то. У нас очень много социальных критериев и норм, которых мы придерживаемся. На самом банальном примере я могу сказать, что я уже убедилась в том, что многие ребята считают, что пробуждённый, просветлённый человек это тот, который безэмоционально, очень ровно, очень мягко что-то высказывает и всё время находится в такой напускной, какой-то напускной хорошести, я бы, наверное, даже сказала, который не говорит никаких плохих слов, у которого всё идёт через любовь. Вот ему там показывают что-то, а он вот так вот… Он не рассказывает, что есть в человеке, почему он это показывает, а именно начинает как бы замазывать это, замазывать любовью. И очень многие люди на определённом этапе разочаровываются в этом, потому что как бы ни было замазано любовью, если вы не вскроете вот этот гнойник, он всё равно останется, он никуда не денется, он никуда не уйдёт. И когда человек видит, что у него картинка не совпадает с реальностью, то есть, например, там один человек, ну, например, там я, да, сказала там, вот у меня были такие-то определённые состояния. И вроде бы хочется поверить, а в то же время как бы, ну, не совпадает. То есть девушка эмоциональная выражается плохими словами, то есть под критерии не подходит. И получается вот эта вот перезагрузка и восприятие определённых вещей, про которые я говорю, их нет. Не потому что их нет в вас, не потому что вы не понимаете, не потому что там я что-то не договорю, а потому что когда идёт вот эта вот несостыковка, то тогда идёт сразу же отрицание. Отрицание того, что есть у вас, отрицание там неважно чего. И я бы, наверное, хотела не том, что развеять этот миф, а всё-таки, наверное, сказать, чтобы больше внимания, фокус внимания всё-таки устремляли внутрь себя. Фокус внимания всё-таки не на внешнюю оболочку, не на то, что происходит снаружи, не то, что вам привычно видеть, а всё же, наверное, старайтесь чувствовать. То есть у ребят, вот сейчас вот у нас будет ретрит 26 сентября, и, наверное, в этот раз, хоть я и говорю, что я не люблю практики, но я понимаю, что на сегодняшний день человек, когда он делает определённые действия, можно назвать их практиками, он сразу же, у него такое возникает чувствование, что как будто бы он не просто это понял и осознал, а он сделал действие, любое действие. Просто мы привыкли, что после какого-то действия идёт какой-то определённый результат. И когда человеку даёшь, что нужно сделать, и объясняешь, что и почему, то он на определённом этапе понимает, говоря, что да, я вот это вот действие сделал, и после него он даёт себе разрешение понять и принять определённые вещи. И именно поэтому вот в этом ретрите я буду давать таких много упражнений, я бы, наверное, так сказала, не практик, потому что практики для меня какое-то слово такое избитое. и очень многие после практик ждут каких-то непонятных вот этих вот завуалированных вещей, каких-то огромных, каких-то воздушных, таких сказочных. Нет, я бы, наверное, всё-таки сказала, что это будут, наверное, какие-то упражнения, упражнения для чего-либо. И про просветление, как я это вижу. Я уже, наверное, говорила, и, возможно, даже не один раз, что на сегодняшний день у меня есть несколько человек, которые ездили на сатсанги, ну, ездили и по всему земному шару, и ездили на сатсанги к определённым людям, которых можно сказать такими уже гуру, за которыми ходят там миллионы уже людей. И на определённом этапе они, когда оттуда приезжают, то вроде бы всё хорошо, вроде бы вот оно наступило, вот это вот просветление, пробуждение там, ну, хоть как можно назвать. А потом через какое-то время раз, и человек начинает чувствовать, что начинает как бы хвататься за те воспоминания себя, каким он был после вот этого сатсанга. И он понимает, что как бы он не схватился за них, всё равно жизнь, которая есть вокруг него, она не изменилась, она всё равно такой и осталась. И вот это вот получается, что его осознания, они как будто бы как разбиваются. И я задавала тот небольшой вопрос, у меня был с ребятами, я говорю, что для вас такое просветление? И вот они начинают говорить, вот то, что многие, многие говорят, пишут в книгах. Просветление – это когда мир выворачивается наизнанку. Просветление – это когда ты видишь другие краски. Просветление – это когда ты видишь там какого-то другого цвета деревья, когда там другой воздух, когда ты всё любишь, когда ты порхаешь. И вот всё-всё-всё-всё в таком духе. И когда они это говорят, они не понимают, о чём шла речь. И я бы, наверное, хотела пояснить это со своего видения, как я это вижу. Потому что когда в определённый момент мы с вами понимаем вот это вот пробуждение, когда у нас спадает вот эта вот матричная пелена, когда мы видим, когда мы убираем важность момента, важность тех вещей, которые нас будоражили в своё время. Когда мы убираем вот эту вот критериальность плюс-минус, хорошо-плохо, вот это вот нужно, вот это не нужно. Когда у нас идёт просто факт, когда мы понимаем, что это просто есть, когда мы начинаем осознавать себя в моменте. Я уже говорила, да, что такое момент, когда ты начинаешь себя осознавать в моменте, и когда у тебя нет вот этого, что это я сделаю завтра. Вот это я начну, когда похудею, когда потолстею, когда вырасту, когда покрашусь, когда накрашусь, когда этот уедет, когда этот приедет, когда я перееду, когда заеду. И много-много-много всего. Это, как я назвала, это жизнь с понедельника. И когда вы так делаете, вы всегда не в моменте. Потому что что бы вы ни делали, какое бы действие вы ни сказали, какую бы фразу вы ни озвучили, какое действие вы, вернее, вы ни сделали, какую фразу вы ни озвучили, с кем бы вы ни встретились, вы всегда делаете на 100% именно в моменте. И когда вы думаете, вот я бы тогда сделал, лучше бы я тогда сделал, вот я мог же больше или могла, я могла лучше, красивее, больше. Это не так. Всегда в моменте вы идеальны. Вы идеальны для самого себя. Вы не лучше, чем были вчера, и не хуже, чем были вчера. И вас сравнить со вчерашним, по большому счёту, не нужно. Для чего? Вчера вы были идеальным для вчера. Сегодня вы идеальны для сегодня. И когда вы осознаёте этот момент, когда вы не засматриваетесь на то, как отреагируют люди на то, что я сказала или сказала, а как отреагируют, что я сделала или сделала, как я одет или одета, где я сижу, как я сижу, на чём я езжу, с кем общаюсь. Когда у вас вот этот момент отпадает, потому что вам просто хорошо с собой, вам просто хорошо здесь сидеть, вам просто хорошо с этим человеком. Какой бы он ни был, вам просто хорошо, когда вы говорите вот это. И когда вы понимаете вот эти моменты, что они идут именно стопроцентные в этом моменте, в этом моменте вы никогда не можете сделать ни больше, ни меньше. Вы всегда истинный. И когда до вас это доходит, когда вы это осознаёте, что это есть, вам не хочется уже заглядывать, вам не хочется себя сравнивать, вам не хочется себя накручивать, то, что я мог бы лучше. Просто когда у тебя это приходит, когда ты понимаешь, что ты идеальный, у тебя уходит страх, что я сделаю что-то не то. То есть у тебя нет вот этой вот амёбности, что «а что мне не нужно никуда стремиться, а что мне не нужно сделать что-то лучше, что-то больше». Почему? Стремление же оно так и остаётся, но оно остаётся в моменте, просто нет осуждения. Когда ты себя не осуждаешь, когда ты не говоришь себе, что ты такой плохой, когда ты не говоришь себе, что ты вот такой вот лентяй, какой-то недотёпый, ещё что-то, когда ты себя преподносишь и превозносишь для самого себя, не сравнивая с кем-то, а для самого себя, когда ты превозносишь в каждом моменте, то ты понимаешь, что у тебя слетают вот эти страхи, у тебя слетают рамки и ограничения, и ты тогда начинаешь расширяться, ты идёшь всё больше и больше, и каждый момент для тебя становится всё более насыщенным. И когда ты вот это вот осознаёшь, когда ты начинаешь жить вот в этом состоянии, когда ты начинаешь понимать, что этот мир, он в определённый момент, он выворачивается, но выворачивается он как? Что значит заиграл другими красками? Он выворачивается истинный, он становится таким, какой он есть. Там нет алмазных бабочек, там нет изумрудной травы, там есть то, что есть, без изъянов, оно просто есть такое. И ты становишься истинным. И когда истинность смотрит на истинность, тогда идёт полное принятие всего, что есть, в том числе и самого себя. И вот это и есть то состояние, когда ты идёшь и когда у тебя благость, когда у тебя нет вот этой вот радости. Ой, как хорошо, я родился, я живу, у меня новый день, новое солнышко. Не когда ты начинаешь всплеск в этот плюс, потому что всплеск в плюс всё равно отпустит в минус. А когда у тебя идёт тотальная истинность самого момента, самого себя, то тогда ты начинаешь себя чувствовать по-другому. Тебе не нужно себя сравнивать, ругать или хвалить. Ты просто есть, ты начинаешь жить ту жизнь, в которой живёшь. Тебя жизнь начинает жить, потому что ты с ней становишься единым целым. Она не проходит мимо тебя. И когда ты в определённые моменты начинаешь жить в этом состоянии, то как было у меня, просто вот у меня наступил, я сидела, и у меня наступил такой свет. Наверное, это было мгновение, может быть, это было несколько секунд, я не знаю. Это была ночь, и просто вот всё, как будто бы я была в луче, как будто бы я осветилась. И вот этот свет, он был везде, то есть он сочился через кожу, через руки, через всё. И когда вот в этом свете он был такой мягкий, такой лёгкий, такой плотный, такой обволакивающий, и ты в этот момент, в момент, это буквально секунды, ты начинаешь чувствовать, что больше нет вопросов, есть только ответы. И ты находишься в этих знаниях, в ответах, ты есть это знание. И когда вот это вот срабатывает, ну это я, наверное, и считаю, что вот это и есть вот это вот просветление. Я не знаю, я с этими терминами, ребят, правда, для меня они какие-то чуждые, просто я говорю, что какие моменты с нами бывают. И после вот этого момента, когда с тобой это случается, когда ты есть эти знания, тебе уже не хочется останавливаться, мне не захотелось останавливаться, мне захотелось идти дальше. Потому что чем дальше углубляешься в эти моменты знаний, вот в эту светлость тотальную, уже нет разделения истинности правды. Это просто знание. Нет этого, что мы себе придумали. Правда у всех одна, истина единая. Когда вы погружаетесь в это состояние, вы просто в знаниях, вы просто в истинных, уже нет вопросов. Есть всегда только ответы. Всегда на всё есть ответы. И вот это вот я, наверное, бы назвала просветление. Может быть, я где-то заблуждаюсь, может быть, кто-то это видит по-другому. Но я на сегодняшний день дошла до этого момента. И я понимаю, что это только ступенька к следующему. А вот про следующее я как раз расскажу вам в следующий раз, когда будет тема вечности. Потому что это именно та следующая ступенька, которую многие на каком-то этапе отбрасывали. Отбрасывали. И у меня тут тоже много таких вопросов, которые, наверное, на большую публику. Я сейчас не готова их озвучить, но в клубе я с ребятами об этом, наверное, поговорю, чтобы она у меня устаканилась. Почему мы в этот мир приходим с закрытой памятью? Для чего это нам? Почему нас так ограничили? И плохо это или хорошо? И сейчас я уже, наверное, думаю ближе, что это хорошо для определенных моментов. Немножечко загляну туда. Почему хорошо? Потому что мы же все прекрасно знаем, что какой-то период времени мы жили как минимум тысячу лет. Это написано в книгах, в писаниях, еще там в различных информационных источниках. И одна из версий, о которых я сейчас пытаюсь войти в эти знания, почему я и пошла в знания вечности, потому что там немножечко другие процессы. Но сейчас я вам просто маленький-маленький коридорчик этого открою. Потому что, представляете, вот вам тысяча лет, да? И в жизни Земля, она рождение, смерть, рождение, смерть. И вот так вот она идет, там, осень, там, осень, зима, весна, лето. И вот эти вот циклы, цикличность, она идет, идет, идет. На определенном этапе тебе там, например, кто-то подойдет и скажет, у меня там родился этот, умер вот этот, мы сегодня там купили вот это, съездили вот это. А представляешь, ты об этом слышишь уже миллионы раз. И тебе это становится, в какой-то определенный момент тебе это становится, ну, абсолютно ровно. Но это уже не вызывает каких-то эмоций, это не вызывает какого-то, какого-то чувствования прекрасного за какой-то момент. И, возможно, именно поэтому сделали так, чтобы человек начал жить, ему выделили меньше времени, чтобы он начал жить в моменте, чтобы он начал жить сейчас, чтобы он начал наслаждаться этим. Но мы опять же с наслаждения этого момента уходим в те дебри, которые для нас на определенном этапе закрыты. И вот когда они открываются, почему это, для чего это, тогда и наступает осознание вечности. И когда наступает осознание вечности, тогда ты понимаешь, как тебе там будет комфортно, с кем тебе там будет комфортно, и почему ты можешь пройти в вечность, как это сделать, почему твое белковое физическое тело может туда пойти. Ну, это уже тогда не буду забегать вперед. Давайте я... Если говорить про вопросы, то я могу вам помочь прочитать некоторые вопросы, которые... Давайте. Вопросов немного, просто все слушали, видимо, затаив дыхание. Но вот Гарик Шанский вдохнул и выдохнул, чтобы задать вам вопрос. Можно объяснить, куда вышел человек из матрицы, и где заканчивается влияние матрицы? Смотрите, у нас же как... Во-первых, давайте тогда определим критериально, что такое матрица для вас. Это очень сложно сделать, когда человек просто пишет, да, и я за него сейчас начну говорить. Что такое матрица для вас? Если это социальные нормы, то вы выходите из социальных норм. Если для вас это какая-то межгалактическая сетка, то тогда это другой процесс. Тогда вы должны пояснить, что для вас матрица, чтобы я пояснила, куда он выходит. Потому что я сейчас вот в данном контексте конкретно сказала вот о матрице именно как о социальной программе. И когда человек выходит из социальной программы, из социальных ярлыков, из социальных критериев, то он начинает видеть вещи такими, какие они есть, безоценочно. То есть нет для него красивого, красивого, либо некрасивого человека, толстого, либо нетолстого, богатого, небогатого. Для него просто есть. И все. Вот это я называю вот именно вот в этом эфире, в данном контексте, выход из матрицы. Чтобы было понятно. А Екатерина Грин пишет, что игра сначала придумана без пищи, а потом добавили пищу, игра поменялась. Насколько это откликается для вас? Насколько писается действительность? Ну, у нас же даже в писаниях есть такое, что говорится о том, что человек изначально, он не было у него физической еды. То есть у него были фрукты, как определенный носитель информации. Потому что каждый фрукт, вы на определенном этапе будете видеть, что каждый фрукт, он звенит по-разному. У него запах разный. И запах разный же и у человека. Не просто запах человека, как мы любим говорить там, ой, от этого вот нехороший запах, от этого запах пота, от этого еще. Нет, ребят, у каждой эмоции, у каждого чувствования, у каждого какой-то внутри, когда у нас определенный, когда мы чувствуем какую-то эмоцию, какое-то чувствование у нас идет, когда у нас межклеточное пространство, вот этот ток запускает, у нас идет запах, у каждой эмоции, у каждого чувствования есть свой запах. Не говоря уже о том, что есть снаружи. Но мы очень многих запахов на определенном этапе не можем разобрать. У нас этого нет. У нас нет. Это как будто бы у нас закрыты. Закрыты эти знания, закрыты эти чувствования. Тут же вопрос от той же Екатерины Грин. Я хочу спросить, а на смертном Андрея, о чем вы подумаете? О смертном Андрея, о чем вы подумаете? Ну, во-первых, я уже несколько раз говорила, что я никогда не забегаю вперед. И что такое на смертном Андрея? Во-первых, я вам уже рассказывала, что у меня несколько было моментов, когда мое физическое тело практически умирало. и вот когда умирает человек, это одно. И когда он умирает в первый раз, это одни видения этой ситуации. Когда он умирает на определенном этапе осознания себя, это другие этапы. если это в старости, там вы спрашиваете, там 80, в 90 лет, вообще буду ли я умирать, это другой вопрос. О чем вы подумаете? О чем я подумаю, я уже не знаю. О чем я думала, я вам рассказывала, когда у меня было несколько месяцев, когда я понимала, что мое белковое тело нравится. Света, так как вопросы пока закончились, вот хотел спросить по поводу последнего вопроса. Этот вопрос немного огорчил вас или настроил против вопрошающих, или как-то, что вызвало у вас некую негативную реакцию. Было ли такое? Или мне, допустим, показалось, если да, то как избежать этого разделения, этой двойственности? Иначе ведь можно было по-другому прореагировать, например, посмеяться про себя, либо какие-то другие, сотни других реакций, которые тоже, в принципе, в арсенале могут быть. Или это вообще мне показалось? Ну, если вы говорите про какую-то реакцию, какая реакция была, ну, естественно, не было никакого негативной реакции, не было. Просто я понимаю, что я на этот вопрос отвечала, ну, наверное, раз в пять. И когда ты отвечаешь на один тот же вопрос несколько раз, то ты понимаешь, что, я же понимаю, что, значит, я не настолько интересна, например, вот определенному слушателю, да, что он где-то выхватил из контекста, он не знал, не знает той ситуации, про которую я говорила. Это не огорчает, это не раздражает, это просто факт, и все. А вы вот немного приоткрыли завесу возможностей следующей темы следующего эфира, вы не стали уходить особо в подробности. Вообще хотелось спросить, вот этот объем знаний, который вы не раскрываете в эфирах, а раскрываете при личном общении, насколько он обширен, что ли? Я не спрашиваю про проценты, а в целом достаточно ли там, ну, я имею в виду, хотелось бы узнать о том, что там находится, конечно, но для этого нужно все-таки приехать, наверное, да? Ну да, я вам рассказать вам, как сказать, вы, наверное, ну, то есть мы с ребятами смотрим, что такое клетка, мы рассматриваем что-то по клеткам, межклеточное пространство, мы учим распознавать звуки, потому что все вокруг нас есть звуки. На этом ретрите мы не только будем распознавать звуки, но я ребятам расскажу, что такое звук, как вы можете, как можно из звука собирать то материальное, какой-то материальный объект из звука собрать, чтобы в вашем пространстве, в вашем мире, в вашей жизни он появился на какое-то время либо на постоянной основе. Да, это по сути материализация. Материализация, у нас же навсегда есть эта материализация, это просто, иногда мы ее неосознанно делаем, иногда мы от нее бежим, а иногда мы просто не понимаем, как это произошло, и когда у нас есть технологии этого, когда мы понимаем, как это сделать, когда мы начинаем этим пользоваться, тогда, тогда все по-другому. Правда, говорят, что чем могущественнее человек, это сейчас от себя, может, это я единственный, кто об этом говорит, тем быстрее материализация его мыслей, ну, это как в сказках, знаете, по щучьему велению, или просто махнул там ручкой рукой и сразу все осуществилось, настоящий маг. То есть, а вот у людей, допустим, мой брат, у него была материализация, он сам того не понимал, и в итоге за 10 лет построил большой дом для своей семьи. По сути, он осуществил, это тоже магия, то есть его мысль материализовалась, ну, поэтому ему понравилось, понадобилось достаточно долгий срок для этого. Вот. А у вас, наверное, вы сейчас в такой ситуации, что материализуется буквально все, как у греческого царя Анидаса, это почему бы не прекратилось и будет просто так. Во-первых, я еще в пути осознания вот этих вот моментов, это и когда ты понимаешь, когда ты понимаешь, что ты можешь вот это, можешь вот это, то важность, важность многих моментов, она отпадает, тебе уже как будто бы это не надо, а когда тебе это не надо, оно к тебе не приходит. Это то же самое, что вы, например, там любите апельсины, да, вот вы их любите и думаете, вот сейчас вот я куплю апельсин, завтра куплю апельсин, а когда вы живете на складе апельсинов и их можно есть постоянно, вы через какое-то время к ним просто, если вы их не передаете, для вас они просто становятся как определенные, такой же фрукт, как все остальные, которые вы спокойно к ним относитесь. И у вас уже нет такого, что там, я не знаю, мне, пожалуйста, таблеток от жадности, да, побольше, побольше. Уже больше акцент идет не на материальные вещи, не на материализацию именно каких-то вот этих вот физических благ, которые там, чтобы кто-то увидел, кто-то посмотрел, там, дорогие вещи, какие-то определенные там дорогие там отели, курорты, еще что-то. Уже не на это идет акцент, а ты хочешь быть именно больше, наверное, не столько к дикой природе, хотя это тоже вот тот момент, который я очень четко сейчас ощущаю, но хочешь быть с настоящими людьми, которые неважно, зарабатывают они либо не зарабатывают, когда ты чувствуешь, что это идет искренность от них, когда ты понимаешь, что они идут не на то, чтобы побольше там, побольше заработать, чтобы выглядеть вот так вот, чтобы их принимали вот так вот, или там побольше узнать какой-то информации, чтобы другим показать, насколько они могут общаться с тобой практически в любой сфере. То есть уже идет не вот это, а идет внутри, внутреннее чувствование того человека, который стал для себя интересным, и тебе становится интересно быть с ним. И вот этот вот материальный аспект, он отваливается, он становится неважным, то есть у тебя есть ровно столько, чтобы тебе было на поддержание того, к чему ты хочешь, что ты хочешь. И когда ты понимаешь, что вроде бы хотелось бы, наверное, вот этого, и думаешь, а почему у тебя это не случается? И когда ты начинаешь, а почему это не случается? А зачем мне? А действительно ли мне это нужно? И ты думаешь, нет, вот как бы вот это меня бы уже, наверное, тяготило по этим и по этим вопросам, по этим и по этим критериям. Ты думаешь, наверное, нужно что-то вот для меня сейчас, что-то конкретно попроще, но именно там, где меня не будет цеплять, где меня не смогут подцепить за что-то, за какую-то материальность. Не кто-то, а я сама в себе. И тогда вот эти вот моменты отваливаются, и ты просто, просто начинаешь ездить, просто начинаешь путешествовать, просто начинаешь смотреть те места, в которых ты не был, просто начинаешь общаться с теми людьми, с которыми тебе интересно. И вот этот вот материальный, материальный аспект, он отходит. И когда я сейчас ребят, ребятам показываю, как можно, например, создать определенные вещи, то те ребята, которые уже доходят до этого момента, у них ни у кого нет вопросов, а как создать деньги. А могу ли я попасть в банк? А могу ли я вот это? То есть вот эта вот стадия, она уже где-то там далеко. И ты идешь к другим вещам, когда ты начинаешь именно познавать и прощупывать этот мир в другой плотности. И это другие ощущения. У нас вопрос, от все того же Гарри Кошальцкого, он спрашивает, а как же вы живете безоценочно, если получаете знания из света, но свет очень ограничен и есть тьма. Трудно разобрать, что я могу, под словом. Свет очень ограничен и есть тьма. Ну, либо мы можем перейти к следующему. Я вопрос немножечко не поняла, что значит свет ограничен и есть тьма. Давайте спросить питающий вопрос. А мы пока перейдем к следующему вопросу. Опять-таки в платформе YouTube. Зумчане пока молчат. Ольга Носянка спрашивает, скажите, пожалуйста, есть ли у вас друзья и что значит для вас на вашем уровне сознания дружба? Благодарю. У меня сейчас очень много появилось друзей и это те друзья, с которыми я могу не общаться некоторое время, но если мы, например, увиделись, либо там они приехали, либо я приехал, то мы все время готовы принять друг друга и обязательно у меня все друзья те, у которых нет обид, нет тех моментов, что я могу что-то им сказать обидное, то есть я не думаю никогда, что я могу им сказать что-то обидное, я им всегда говорю так, как оно есть и все друзья у меня точно так же мне говорят так, как оно есть, они никогда не задумываются, обижусь я или нет и это это нас освобождает от рамок и таких сейчас у меня друзей, ну, наверное, не только по всей России, но и за рубежом есть, которым я прекрасно понимаю, что я могу в любой момент к ним приехать и прилететь и у них не будет яркой радости либо яркого разочарования, у них будет как бы такое о, прилетело, клево, там, например, там, можем с тобой куда-нибудь сходить или там, я, там, занят, ты располагайся, я поехал, то есть вот такие вот абсолютно легкие, не обязывающие друг друга отношения, вот это, наверное, и есть для меня сейчас дружба, когда это все вот так наладит. опять-таки, Гарик Шанский, а Света, наверное, удивится, но в природе нет звука, как казачин для разговора, в природе нет звука, опять-таки, Гарик, вы нас ставите в тупик последними вопросами. Нет, это как бы не тупик, это, Гарик, у вас, если у вас нет, почему я должна удивиться, но я же их слышу, я не могу удивиться того, чего, чего не существует в моем мире, то есть я слышу звук, я знаю звук, я слышу звук, звук же слышится не ушами, это же идет вибрация, что такое звук, это вибрация, которую ты воспринимаешь, её своим физическим телом, и её очень спокойно можно отследить, любой звук, то есть как едет машина, ты можешь не слышать ушами эту машину, но ты чётко знаешь, когда ты ловишь своим телом вот эту вот вибрацию, и когда ты ловишь своим телом вот эту вибрацию, ты понимаешь, что это, например, едет машина, что это поёт птичка, что это ещё что-то, это и есть звук, и вы можете его назвать хоть как, но мы же сейчас говорим, мы же все здесь простые люди, и чем проще мы будем говорить вот эту терминологию, о которой мы привыкли, тем проще нам будет понять, тем проще мне будет донести свой мир до людей, чтобы они понимали, как они могут распаковываться, потому что я же их не тащу в свой мир, я же не говорю, что вот только так, вот как вы сейчас делаете, да, а я говорю, вот в моем мире есть вот это, но я тебе могу показать, как это, чтобы ты тоже прочувствовал. И он уже смотрит, есть в его мире это или нет в его мире это. У него всегда есть момент, когда он может со мной согласиться или не согласиться, и это здорово. А когда мы начинаем что-то утверждать, это всегда ограничение, в первую очередь ваше. А у нас тем временем парад странных вопросов продолжает свое шествие. Арс задается вопросом, какой лес вам ближе? Что бы это значило? Ну, допустим, какой лес? Ну, знаете, ребят, вот я люблю леса на Урале, я выросла на Урале, мне очень нравится. Сейчас мне нравятся хвойные леса, мне нравятся березы, то есть они все пахнут по-разному, у них у всех разные вибрации, у них в каждом лесу разная плотность этого пространства. и там нельзя сказать, что что-то... Друзья, у нас, по-моему, случайное отключение. Прошу вас не расходиться, я думаю, это вопрос одной-двух минут. А, снова Светлана с нами, да? Да, вас видно и слышно. Да, я извиняюсь, у меня просто звонок пошел и все сбросилось. И нельзя сказать, что какой-то лес я люблю больше, какой-то нет. Это всегда по-разному, то есть иногда мне хочется посидеть в море, потому что в море там один климат, там другое пространство, там другая плотность, там другой вкус, там другой запах. Иногда мне нравится быть в горах, то есть я недавно побывала в горах, я понимаю, что чем выше я поднимаюсь на гору, тем легче мне дышать, тем свободнее я себя чувствую, как будто у меня стираются вот эти вот рамки моего белкового тела. И каждый момент, каждое пространство, оно же по-своему откликается. И когда ты научаешься его ловить, ну это здорово. Повторяем, продолжаем. Вопросы, которые раньше я никогда не задавал, язык может быть даже не повернулся, сдать. У нас Екатерина Грин завопрошает, причем это слева от меня, на левом мониторе, а на правом мониторе спрашивает Константин Боловин, все это на одном уровне восприятия. Итак, Екатерина спрашивает, секс для вас это что? А Константин спрашивает, что такое любовь? Ну, смотрите, если мы говорим о сексе, то секс, там уже все определено, да, секс – это физические действия, которые просто физические действия. Если мы говорим о любви, то, наверное, это как раз любовь, это как я сейчас вижу, когда вы из состояния изобильности, когда вы настолько полны, что вы как переливаетесь, и вам хочется дать, отдать. И когда вы отдаете, тогда вы идете в наслаждение, в первую очередь, самому себе, что вы готовы принять следующую порцию любви от всего пространства, потому что вы отдаете. Чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Вот это для меня сейчас любовь, но это опять же без таких вот каких-то эмоциональных всплесков, и если мы говорим о мужском и женском, то любовь о мужском и женском – это то же самое. Это когда рядом с тобой такой же цельный человек, и вы начинаете отдавать друг другу. То есть как-то не просто отдавать, я тебе сейчас отдам, чтобы тебе было приятно, а тебе же хочется сделать приятное тому же цельному человеку. И ты можешь, ну, образно говоря, да, ты ему говоришь как бы, давай, что тебе хочется, и ты как бы не просто ему даёшь, что тебе хочется, а он из целостности себя, ему хочется, чтобы ты наполнялся. И ты, чтобы сделать ему приятное, начинаешь наполняться, и он точно так же. Ты говоришь, точно так же ты начинаешь говорить, что тебе было бы приятно, когда он начинает наполняться. И вы идёте через наполнение друг к другу. Вот это вот есть целостность, и вот это вот как раз идёт, вот это вот, когда мы видим, что закручено инь-янь. Вот оно так и происходит. И когда вот эта вот любовь, она, когда вот эта вот изобильность, когда вы наполняетесь ей, когда наполняется всё пространство, когда переливается, когда вы готовы к следующему самому себе, вот это вот, вот тогда, как по моему сейчас мнению, и нужно заводить, ну, заводить такое дурацкое слово, ну, тем не менее, следующего себя, то есть ребёнка, то есть вот эта вот изобильная любовь вывлёсткивается в следующего вас. А вот в вашей жизни есть такой цельный, любимый мужчина? Вопрос не мой сразу. В моей жизни есть цельный мужчина, в моей жизни даже есть цельные, цельные друзья, вот это же может быть не только цельный мужчина, ты же можешь любовь дать и другу, и подруге, то есть это не обязательно там какие-то интимные отношения, да? Но когда ты вот идёшь из изобилия друг друга, то там уже идёт и другие ощущения, другие восприятия. А как вы относитесь к такому выражению? Вопрос уже от себя немного. Что вот между придуманным миром и существующим есть мостик, этот мостик желания. Ну, то есть наличие означает, что я витаю где-то в концептуальных или каких-то эмоциональных облаках. Вот. И, по сути, чтобы избавиться от страданий этого несоответствия двух миров, да? В каких-то религиях принято устранять то или иное желание. Но, по сути, мы все приходим к тому, что если мы депривируем что-то, то потом мы приходим к торжеству этого депривируемого в каком-то глобальном смысле. Ну, допустим, ну, отказ от мысли там в медитации к возросшему качеству мысли после неё. Или отказ от желаний приходим к тому, что всё, что мы не видим, и есть наше желание. Мы, по сути, это уже осуществленные желания и наша мощь, что ли, в моменте. Согласны с этим утверждением? Ну, на каком-то этапе я, наверное, с вами бы согласилась. Когда вы начинаете жить себя, то у вас приходят другие ощущения. У вас не идёт через отрицание чего-либо. У вас не идёт через дефицитарность чего-либо. У вас идёт принятие себя просто на тот момент того, чего есть. А вы никогда не можете хотеть больше, чем нужно вам, если вы умеете себя слушать. Вы никогда не можете хотеть меньше, чем вам надо. Вы всегда, если вы самим собой в ладу, то вы всегда, у вас абсолютно ровное состояние того, что вам нужно. и в мире всегда есть то, что вам нужно. Если вы научаетесь так жить, то у вас не будет никогда выплеска больше вот этих вот качелей либо туда, либо туда. Это то же самое, да, как я сейчас говорю, то есть я не обесцениваю ни едиме, я не обесцениваю ни в коем случае. Но когда я вижу, что ребята голодают годами, я вижу, что они из одного ограничения еда начинают перепрыгивать в другое ограничение, не еда, и у них ничего не получается. И поэтому я говорю, что, ребят, через осознание, когда вы приходите, то еда, она как побочный эффект, она отваливается. Вам без разницы, едите вы или не едите. Если вы идёте все вот в путь к самому себе, это неизбежно, что она у вас отвалится. Вот даже я уже несколько раз приводила ребята, с которыми я общаюсь, которые мои друзья, можно сказать, у них нет привязки к еде. То есть они могут в месяц съесть, например, одну-две груши. Ну, образно, чтобы вы понимали какой это размер еды. У них нет этого, что я хочу грушу. Ну, вот, например, проходил, там висел или был где-то на застолье, взял какую-то четвертинку груши, еще что-то. То есть этот аспект из своей жизни вываливается как ненужный. И это все же в твоей жизни так происходит. Если ты не идешь в дефицитарность самого себя, если ты не делаешь акцент для самого себя на том же изобилии, а если ты просто вот льешься для самого себя, то у тебя тебя не будет выбрасывать плюс или минус, потому что ты уже изначально не хватаешься за что-то. и тогда вот эти моменты они отпадают и тогда ты идешь в легкости. Тогда у тебя нет того, что там тебя что-то раздражает или тебе что-то очень хочется. У тебя идет такое состояние как бы ну хотелось бы, но если нет, то нет. И с этим состоянием очень хорошо и очень комфортно всегда, потому что оно легкое, оно дает тебе легкость, оно дает легкость твоим окружающим. А осознание чего? Ты говоришь осознание. Когда происходит осознание, то... Осознание себя, это то, что вот я как раз говорила в начале. Я же с этого начала. Ну я не с начала, я понял. А можно вдогонку вопрос? Так. Вот можно ли в беседе словами за один присед или там за день, за какой-то вот такой вот срок короткий довести до вот этого осознания, там пробуждения, просветления, ну или как я... До чего-то этого. Зависит ли? У нас был опыт, да, как сказал, сказали, ну пока вот на личном присутствии, чтобы вот так вот прям... Когда, скажем так, я и Слава смогли себе позволить прям вот так вот по-жёсткому человек есть, но мы договорились, что такие будут у нас проходить ретриты индивидуальные без того, чтобы человек потом начал свои отзывы оставлять. А в течение 20 минут человек полностью распаковался, так сказать, в течение 20 минут, причём через ту свою грань, про которую он даже сам не предполагал. он думал, говорит, я со всех сторон думал, что вы можете подойти, но чтобы с этой... Вот, он потом уже, когда прошло время, когда прошёл уже там месяц, он уже говорит, но я до сих пор вспоминаю эти моменты, до сих пор вот для меня это всё удивительно. И да, он осознал, что такое вечность, он идёт дальше, и у него нет еды, воображение. Фактически нет. Это зависит от его уровня? Это от кого угодно так можно? Нет, этот человек должен хотеть и быть готовым к этому, это обязательно. То есть, если человек этого не хочет, если ему это не надо, то это без вариантов. Или если человек идёт ещё в отрицание самого себя, то как? То это просто будет... Он пойдёт в отрицание ещё всего того, что ему говорят, когда не воспринимается информация, когда он не готов к этой информации. Конечно нет. Он должен хотеть этого. Он должен готов быть к этому. А отрицание себя, это как выглядит? Что ещё раз? Отрицание себя, как это выглядит? На примере можно? Ну, отрицание себя, любые вопросы, когда в своей жизни есть то, что, например, я говорю, вот так вот, это вот хорошо. Ты говоришь, нет, это плохо. То есть, у тебя в твоей жизни есть хорошо, есть плохо. Ты можешь отрицать, можешь соглашаться. Любое отрицание, либо любое согласие, это всегда плюс-минус. То есть, в жизни всегда есть, если тебе что-то говорят, у тебя нет такого, да это не так. Ты говоришь, ну, как бы возможно, только я ещё, либо не дошёл до этого уровня, либо я там был, либо ещё что-то. То есть, нет такого, что вот априори нет, потому что, ты понимаешь, что всё настолько большое, настолько глобальное, что всё может быть. Ну что ж, если с вопросами Станислава, у нас всё. У нас ещё просто ещё вопросы из-за других участков. Время ограничено, мы подходим скоро к завершению. И опять-таки, два вопроса у нас слева, мониторы справа, слева у нас платформа YouTube, ну, в данном моём контексте. Так вот, спрашивает Ольга Носенко, Светлана, скажите, пожалуйста, как вы смотрите на узаконивание отношений, то есть законный брак. Нужен ли он, по-вашему, в новом времени? Благодарю. И тот же вопрос от Константина. Как вы смотрите на полиаморию? Ну, во-первых, в наше время, в наших социальных рамках, я сталкивалась с этим не раз. Если у вас есть дети, то официальный брак, он многие моменты облегчает. И это действительно так. То есть понятно, что ты не устанешь больше, меньше любить человеку, доверять человеку, если ты поставишь печать. Это безусловно. Но если мы говорим о каких-то школьных кружках, о школе, там ещё о чём-то, то это, конечно же, облегчает. От этого никуда не деться пока. Ещё был вопрос про полиаморию. Будет ли у кого-то? Ну, как бы есть и есть. Светлана, добрый вечер. У меня к вам вопрос. Как вы справляетесь с ситуациями? Я сейчас озвучу, какая ситуация. Вы вначале сказали, что когда человек выходит за границей матричного программного обеспечения, то он по факту не со стороны того, кто вышел из него, а для тех, кто остался в ней, вы по факту становитесь как бы асоциальным. То есть вы перестаёте быть мягким, белым и пушистым для людей, которые остались в этом матричном обеспечении. И вы как бы по факту, потому что для вас это уже начинает быть естественно, но вы попадаете как бы в кавычках, в роль ментального хирурга. То есть вы называете вещи своими именами. Вы работаете с техническим состоянием человека, в котором он находится реально без вот этих всех матричных наслоений. И очевидно, вы часто сталкиваетесь с тем, что ваш адрес говорят, что вы агрессивная, что вы жёсткая, что вы нетолерантная, что вы нетерпимая. Вот. И как вот вы справляетесь с подобными ситуациями? Благодарю. Ну, во-первых, я рассказывала, что это же у меня не первый заход на длительное время без еды и без жидкости. И я очень много рассказывала, не знаю, здесь либо в других эфирах, что когда у меня было там четыре месяца, то я вообще с ума сходила. То есть у меня не было такого, даже это было не столько для общества, сколько для самой себя. Я понимала, что когда у меня был вот этот пик, когда я слышала, когда обустрился звук, когда обустрелись звуки так, что ты там через улицу слышишь кошку, и ты слышишь, она идет как будто как слон. Когда ты чувствуешь разные запахи, когда ты видишь разную вибрацию, у тебя получается, что ты даже не чувствуешь своего вестибулярного аппарата. Ты не можешь разговаривать с собеседником, потому что когда он тебе говорит, ты слышишь еще миллион звуков, и ты собраться не можешь. И вот эти вот состояния у меня, они были. Из этих состояний я выходила на еду, потому что я понимала, что меня либо водорку заберут через день, через два, либо мне что-то нужно делать, потому что я не могла даже, я не могла даже ходить, потому что у меня не было координации. Это не все так просто бывает, что сразу же там все цветочки открываются. Да, я проходила это, я выходила на еду, и в определенный момент я к этому шла, я к этому готовилась, я разговаривала сама с собой, я на тот момент у меня, я была у трех психологов и поняла, что психологи мне как бы общестатистически они не подходят, я прорабатывала сама себя через диктофон, то есть я наговаривала на диктофон какие-то вопросы, потом сама себе отвечала. Были разные ситуации, и в определенный момент я просто поняла, что нет, хорошо, и вот оно мне как-то вот как перещелкнуло в определенный момент, что когда уже был вот этот вот пик, и перед вот этим заходом у меня было два месяца без жидкости, без еды, и у меня пришло просто сознание, что нет, хорошо или плохо, и чтобы обо мне люди не подумали, это просто факт, они обо мне думают, они на это имеют право, а я имею право сказать то, что я хочу сказать, и когда вот это вот осознание пришло тотальное, то все вокруг меня стали воспринимать такой, какая я есть, но были с обидами, меня до сих пор, на меня некоторые люди обижаются, они понимают, почему я так вот могу это высказать, и почему я могу себе позволить рассказать им то, о чем они спросили, то есть я никогда не залезу, меня не спросят, но если меня спросили, то да, я могу высказать и очень жестко, и, ну, наверное, процентов до сих пор, где-то процентов 40, они со мной перестают после этого общаться, такое есть, и как бы, ну, есть, от этого не деться пока никуда. Спасибо большое, спасибо. Что ж, вопрос у нас закончен, собственно, говоря, и время, Светлана, что были с нами, и теперь ждем вас на следующей неделе. Друзья, спасибо всем, кто сейчас на канале YouTube, приглашаю вас в Zoom, там у нас обмен впечатлениями, переходите, всем спасибо. Благодарю, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова Лен, тут раз, два, три, нет, я спрашиваю Лену Кучеренко, если у вас есть время свободное, как у вас дела? Помнится у вас там с диетой что-то было? Приветик. Да, нормально, в общем-то. Потихоньку вхожу в свое прежнее русло. А вы сырые яйца по утрам не пьете? Нет. Просто у вас голос немного охрипший, если почему-то. Ну, это, наверное, спросоник. Нет, не спросоник. Просто не знаю почему. Вроде нормальный голос. Может, немножко простыл. А вы видели НЛО? Нет. Нет? А знаете, я видел. Но это было в детстве. Это вдруг шум, гамп. А, НЛО, НЛО. Мы выбежали в детям, мучениками, во дворик и задрали голову. А там летят около шести-семи шаров таких ярких. Пролетели над нами. А на следующий день в газете читаешь. В газете «Республиканская правда». Читаешь об этом целую статейку. Что в нашем городе пролетала мелодика. Сейчас маленькая бюлень. Паш, полстар, если ты меня слышишь, глянь в сообщения личные в зоне. У меня там к тебе сообщения есть. Вот. Вот такой вот случай был. Вадим, это Илон Маск запускал свои спутники. Ну, Илон Маск тогда под стол пешком ходил. Хотя, конечно, он старше. Мне лет на двадцать. Он бессмертен. А, такие люди, да, стоит опасаться. У них что-то. Мне кажется, Илон Маск, у него подключка какая-то необычная, либо материальная, либо внематериальная. Но и сайтами его снабжает. Будь здоров, если это действительно его проекты, конечно. Технологии будущего. Знаешь, я тут запал на тему Йети, снежного человека. Спасибо. 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 Спасибо.